Здравствуйте, дорогие мои друзья, гости моего канала. Сегодня у нас 27 августа, в лес была засуха у нас, грибы пропали. Вообще ничего не было, делала несколько попыток в лес сходить, но вообще была пустота. Сегодня с сестрой опять идем на разведку, посмотрим, что есть у нас в лесу. Так-то уже должна пойти полоса осенних грибов. Пятая уже должна идти. Сходим на разведку, посмотрим, что будет. Все свои находки буду показывать. Дожди прошли, потихоньку грибы начинаются. У нас больше трех недель грибов не было. Березовички вот такие на тонкой ножке. Я надеюсь груздей найти. У нас в этом году грузди начали появляться. Прям классно их. Пару груздей найдешь и пол-литровая банка готова грибов. Это вот сыроежка попалась у нас. Ой, да она еще гнилая. Блин, как жалко-то. Сегодня вот так вот корзину взяла опять огромную. Не знаю, наберу, не наберу. Попадаются вот они. Прям гнилые. Жалко. Пала еще одна сыроежка. На такой ножке длинной. Прям вот такие вот с бледными поганкой часто путают. Там вон вдалеке еще розовенькая одна. Вот эта ножка, конечно, тоже гнилая. Не знаю, может шляпка будет хорошая. Грибов крайне маловато. Попадаются сыроежки небольшими количествами по одной. Вот тут раздавила под березовик сросшийся. Он тут один маленький. Два больших было. Уже снимать не стала. Не знаю, три недели без грибов. Живем так по мелочи кое-чего. Сейчас перейдем в другой перелесок. Посмотрим, что будет там. Сыроежечка хорошая. Я хотела бы сначала нашла вот этот тот, который его шип. Потом стоит вот маленький под березовик. И еще один. Сейчас буду ходить в этих кустах. Искать грибы. Сегодня я опять не одна с сестрой. Но пока грибов нам много не попалось. Вот эти вот крохи. Ну и чуть-чуть там для засову грибочков. Ушла еще один под березовик. Но опять же он сшиблен им кем-то. Вообще-то я заметила, конечно, вот эту вот сыроежку. Но она прям вся гнилая. Березовик маленький. Вот он еще один. Видимо, пока он рос, Кто-то его тут сшиб. И уже я вот таким вот сшибленным нашла. Потихоньку грибочки набираются. Нашли вот такой вот шикарный под березовик. Первый сегодня большой гриб у нас. Пойдем сейчас дальше искать. Надеюсь, что все-таки грибов мы наберем. Попался груз черный. Или подгруздок еще его зовут. Или чернушка. Тоже так-то растет стаями. Не знаю, найду еще тут что-то или нет. Тихоньку корзинка начала набираться. Хороший млечник. Он уже начинает. Он вообще обильно прямо сок выделяет. Я вымачиваю его очень долго. Дня три примерно такой гриб. Нашла грибовку желтую, бурую. Совсем еще вот это вот малыши. Оп. Вот тут уже большая. Такой вот варьируется цвет в зависимости, как росла. Здесь вот такие вот частые пластиночки. Телефон сейчас не передает, но они желтенькие должны быть. Там грибовка желтая, бурая. Вот это да. Нашлось большое семейство желто-бурой рядовки. С вот такой вот жирной-жирной ножкой. Столько штук их. Хорошо. Будем собирать. Попались подберезовики еще нам. Один. Второй. Так, вот это подберезовик. А тут еще сестра кричит, еще что-то нашла. Буквально тоже рядом. Сейчас посмотрю. Я даже не пойму, кто это еще. Странно. Ну, это, наверное, кажется, все-таки съедобный какой-то гриб. На гневой ветке вырос мягкий. Узнаю, кто. Все знают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, Что это за гриб такой интересный? Видно плохо очень. Ну, он такой мясистый. Шляпка очень на белый похожа. А ножка твердая-твердая, как палочка какая-то. Еще один подберезовик, классный такой, на ножке. Вот спустились мы на дно оврага, вот так вот. И здесь грибы стали нам попадаться. Уже подберезовиков нашли мы прилично. Палась сыроежка. Но они все попадаются гнилыми очень. Не знаю, сейчас посмотрю, конечно. Да, ножка гнилая. Шляпка, наверное, мне кажется, гнилая тоже. Жаль. Гнилые грибочки попадаются. И так их мало, да еще и гнилые. Одиночными экземплярами вот еще попадаются грузди белые. Сухой весь уже, конечно, и, наверное, гнилой. Ну, вот пока не очень много грибов. Стали, конечно, почаще подберезовики попадаться. Но грибов для засола очень и очень мало. А те, что попадаются, гнилые. Нашли какой-то вот такой вот гриб. Не помню, мне кажется, он съедобный. Мягкий-мягкий он растет вот на пнях. Но я точно не помню. Где-то я вроде видела, что кто-то его, такой гриб, собирал. Вот он, такой вот. Мягкий. Пахнет гнилой, правда, от него. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, в комментариях. Нашла рогатик. Вот этот вот уже сухой. Не знаю, брать его, не брать. Так-то его готовят. Вот он еще идет. Много его. Вот еще он. О, и здесь его. Смотрите, сколько. этого рогатика. Кто-то его берет, ест. Не знаю, возьму на пробу пару штук. Много-то собирать не буду. Вообще, я его просто ни разу не пробовала. Ну, попробую возьму сегодня. Небольшой пенек с летним опенком. Свеженький. Такой ароматный грибок. Вот он. Ой, комар, комар, комар. Вот столько его тут растет. Стайка летнего опенка растет. Такой ароматный гриб. Шикарный. Просто пахнет вот самым-самым настоящим грибом. Вот такими сростками. Вот это вообще свежайший, маленький. Вот такой вот. Как называют, сверху яичница должна быть. Ориольчик вот такой вот. Не знаю я, что это за гриб. Но так похоже на цезарский. Здрасте. Вот может я, конечно, ошибаюсь. Может вообще какая-нибудь бледная опоганка. Я ее никогда не встречала. Но вот он. Вот такой вот. Как отличить, не знаю. И вот рос он из такого вот яйца. Не знаю. Трогать не буду. Не знаю, кто это. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот уже одиночными экземплярами пошел кирпично-красный опеночек. Условно съедобный. Не очень у него вкусовое качество. Но набрать можно его. В принципе, он крепкий гриб. Растет прямо большими-большими стаями. Бывает, некоторые собирают, маринуют его. Еще подберезовик. Такой странный. Ой, весь искореженный. Но зато крупный, хороший такой. В принципе, потихоньку, наверное, опять грибов осенних волна начинается. Надо ходить в лес. Сколько наберем, столько и наберем. Но грибы пошли. Долгожданно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Надо потихоньку вытаскивать. Теперь бы всех их не потерять бы. Любят подберезовики расти на таких вот вскопанных, перебороненных местах. Вот так вот. Все-таки сегодня чуть-чуть удача улыбнулась. Я еще вон там вдалеке вижу. Ух. Шляпку сломала. Как жалко. Прямо их оттуда не вытащить. О, того ножиком срежу. Красота. Немножко тут прошлись. Еще два красавца. Здесь недавно делали межевание земель. И вот такие вот они, крупняхи, тут растут. Уже практически собрались домой идти. И попали на грибы мы. На выходе из леса основная масса грибов нами найдена. Смотрите, какой на ножке. Толстый, жирный, с красивой шляпочкой. Прямо в поле уже по стройке стоит подберезовик. Всегда я здесь, когда хожу, нахожу один-два до находятся. А бывает намного больше. Все, вышли мы из леса. Грибов не так уж много. Но разнообразие есть. Там еще у сестры у нее побольше в корзинке. Точнее, у нее корзинка поменьше. И кажется, что побольше. Но если собирать бы одной, то получается пол корзинки. Этой бы грибов я сегодня насобирала бы. Так что теперь, видимо, грибочки пошли. Буду ходить. У нас вот такая сегодня хорошая погода. Солнышко уже практически заходит. Здесь вот уже постройки. Устали. Идем мы домой. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.